Девчонки, всем привет! Это мое новое видео на канале. И сегодня мы вместе с вами соберемся. И я покажу, что лежит у меня в косметичке. Чем я пользуюсь каждый день. Расскажу и покажу. В общем, оставайтесь. Будет много всего интересного. Кстати, эту косметичку я брала на Велберис. И она совсем не фирменная. Первым делом перед макияжем я всегда увлажняю губы. Поэтому мне сегодня поможет бальзамчик для губ от фирмы Итмай. Неплохо насыщает губы. Пользуюсь я им довольно давно. И он все не заканчивается. Очень вкусный аромат арбуза. Рекомендация. Перед тем, как нанести любой макияж, я пользуюсь сывороткой. У меня сыворотка с витамином С. Обычно наношу на руки, распределяю. И прихлопывающими движениями мы наносим на наше лицо. Хочу сказать об этой сыворотке. Она действительно высветляет. Это видно по моим кругам под глазами. То есть кожа стала светлой. А вокруг глаз я ее как раз и не использую. В общем, хорошо ее пропитаем. Это сыворотка от Summer Fridays. Я ее очень люблю. Это моя вторая уже упаковочка. И, кстати, оставлю ссылочку в описании, где я брала эти продукты. Все рассказывала в предыдущем видео. Далее про зону вокруг глаз мы не должны с вами забывать. На пальчики распределяю на верхнее, на нижнее веко и прохожусь массажными движениями. Сказать, что этот крем я пока еще не поняла, так как у него было истрачено всего лишь половина тюбик. Обычно я проверяю косметику дольше. Этот крем от фирмы Ren Clean Beauty с витамином С. Все-таки жду от него очень положительного результата, так как мои темные креми под глазами видно невооруженным глазом. И выходит за кожей лица. Последний мой этап – это увлажняющий кремушек. У меня они всякие разные. В данный момент я использую крем от Glow Resipi. Гиалуроновый крем. Просто увлажняю кожу перед тем, как она будет мучиться от наших слоев макияжа, дабы сохранить ее более напитанной и увлажненные. Кремушек я этот очень люблю. Я его распробовала, хоть он мне достался и в тревел-формате, но я его распробовала и хочу сказать, что повторю его, скорее всего, снова. Не вызывает он у меня никаких высыпаний. Все с ним очень классно. Также я стягиваю на шею. Моя кожа оказалась чувствительной, так как при любом прикосновении она начинает краснеть и выглядит вот так вот некрасиво. Ну да, мы, конечно, с вами звезды Голливуда, но и на том пойдет. Далее приступим к макияжу. Мой самый любимый тон, этот тон от Rozing. Я, честно говоря, экспериментирую с оттенками. Сейчас у меня оттенок 0,30. В общем, наношу я его сначала на руку, затем круговыми движениями, покрывая всю нашу кожу. Как вы видите, он не скрывает никаких покраснений, воспалений, но, честно говоря, мне это даже очень нравится, так как дальше я могу, в принципе, пройтись консилером или корректором, кому как нравится. Этот тон я беру уже не в первый раз. Единственная проблема – это его дозатор. Иногда он очень сильно прям плюется. Вот я покрываю все лицо круговыми движениями. В принципе, его можно наносить руками. Ну, не зря же я взяла эту кисточку себе. В общем, как вы видите, тональное средство распределилось, стало намного лучше. Коля уже обрела здоровый вид, здоровое сияние и немного ровный тон. Далее мы переходим к консилеру. У меня это консилер от фирмы Бобби Браун. Не скажу, что он мне нравится или не нравится, он просто все не может закончиться. Ему уже год и ему бы пора вообще закончиться. Но на самом деле у него есть очень много преимуществ. То, что он действительно стойкий. Немного западает морщинки, но все равно. Мне он очень понравился. Стоит он, да. Стоит он, да, очень прилично дорого, но все равно. Второй раз, скорее всего, я покупать его не буду, но не знаю, может быть, если не найду ему хорошие замены, так как я брала его именно на лето, и он очень легкий. Я брала его на лето, в марте этого года, и он до сих пор не закончился и не собирается заканчиваться. Наношу на внешний уголок, внутренний, и немножечко на высыпание, буквально совершенно чуть-чуть. Распределяю здесь уголок кверху и начинаем закрывать внутренний уголок глаза, где у меня как раз есть синячки и небольшие темные пятнышки, а также венки и вообще все признаки старения, да. Немножечко растушевали. Как видите, наше лицо уже стало куда более ровнее. Далее. Скульптурировать лицо я не очень люблю. В основном использую бронзеры. Этот бронзер тоже, который никогда не закончится. Это бронзер от Боби Браун. Наношу его всегда на выступающие части, немножечко оттягивая кверху. Я люблю наносить его такими распределяющими движениями на кончик носа, чтобы сделать лицо зрительно более загорелым. Вообще, если честно, этот бронзер мне очень нравится, но повторять я его, честно говоря, не буду. У меня бронзер в оттенке Natural. Уже старая такая упаковочка у него. В общем, вот так мы забронзировали свое лицо и приступаем к румянам. Кстати, бронзер я наношу большой кисточкой. Это кисточка от фирмы Real Techniques номер 400. А я приступаю к румяшкам. У меня румяшки от фирмы Kylie Cosmetics. Оттенки Pink Power. Мне понравились, потому что тоже они очень долго не заканчиваются. У них действительно большой объем. Покупала его в золотом яблоке с большой скидкой. Бэби Pink оттенок. И наношу я его, как истинные американцы. Вот не там, где должны быть румяна, то есть вот здесь, а наношу я его обычно вот сюда, чтобы придать лицу эффект, что мы с вами загорали и не живем в холодном климате. Ну, как я. Не знаю, где вы живете, я живу в очень холодном климате. В общем, и так же прохожусь по носику. Румяна нам помогут сделать матовый эффект там, где нам это очень нужно. Уже с вами почти заканчиваются продукты, потому что если я выхожу каждый день, не на какие-то праздники, не на какие-то вечеринки, то я пользуюсь маленьким количеством продуктов, очень быстро делаю себе макияж. Брови я свои уже не трогаю где-то около, где-то больше года. В одно время мне просто не понравилась их форма, что их нужно выщипывать, постоянно за ними следить, или ходить с бровистом, что я вообще не люблю. Я просто оставила все так, дано мне природой. Единственное, что я подщипываю, переносиваю все естественное, чтобы не быть, как обзывают раньше. Я использую гель для бровей от фирмы Рефай. Мне он очень понравился. Также я рассказывала про него в предыдущем своем видео, в этой чудо-косметике. Вот у нас бровь уже и лежит. Это оттеночный тимп для бровей. Очень нравится, что он не красит кожу внутри волосков, потому что это как раз мне таки и не нужно. Здесь я немножечко бровь состригла. В общем, он просто окрашивает именно волоски и приподнимает их наверх, фиксируя этот эффект. В принципе, очень надолго, учитывая, что его сложно смыть даже гидрофильным бальзамом, и можно купаться, загорать и ходить веселиться. Очень классная фирма. Все очень нравится. Все, что пробовала, очень нравится. Вот мы зафиксировали наши бровки. И приступим к ресницам. У меня тушь от фирмы KIKO. Максимот. Очень мне она понравилась. Пробовала ее в первый раз, года-два назад. Купила из-за щеточки. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая у нее тоненькая щеточка силиконовая. Я подумала ставить мне мои реснички вверх, так как, видите, у меня они не очень хорошего качества. Наношу я ее обычно в два слоя, хорошо прочесывая у корешков. Я очень боюсь заехать этой кисточкой себе в глаз, потому что один раз мне пришлось аж ехать к оптальмологу, но моя тушь, я ее никогда не буду изменять, ни на что не променяю, потому что вы сейчас сами увидите буквально почему. Вот у нас уже второй слой. Сейчас я тут протешу, уже боюсь. Кстати, я всегда пачкаю век, абсолютно всегда. У меня всегда для этого есть под рукой ватная палочка. Я не люблю эффект лисиих глазок или еще, что выкрашиваю всегда солнышком. Кому-то нравится такой эффект пышных длинных ресниц. Что-то называют это паучьими лапками. Мне кажется, что мне это супер подходит. Это вытягивает мое лицо вперед. Не то, что было до. Вы пишите в комментариях, нравится вам такой эффект ресниц или нет. Или кому-то все еще нравятся наручные ресницы. Честно, я давно от этого отошла. Мне абсолютно не нравятся наручные ресницы. Ни современного вида. Ни уж тем более, как мы раньше с вами ходили. Приступим к губам. У меня очень много карандашей для губ. Действительно, я завидую блогерам, которые умеют красить губы и разговаривать. В общем, у меня очень много карандашей для губ. Каждый день я выбираю, какой бы использовать. Разные оттенки. Все мечтаю уже закончить. И купить новые, потому что я себе просто не разрешаю. Сейчас я использую карандаш для губ от Belor Design в оттенке 201. Пыльно-розовый, прекрасный карандашик. Стоит карандашик недорого. Покупала я его в золотом яблоке, также рублей за 200. В общем, шикарный карандаш. Держится, ну, в среднем. У кого как. Смотря у кого что держится. У меня карандаши для губ, даже самые стойкие, держатся меньше, чем заявлено производителем. У кого-то и обычный Belor Design может держаться полдня. Все очень индивидуально, поэтому так. Ну, так как у меня жирная кожа, очень часто у меня все сходит раньше, чем нужно. И далее я... Сейчас я решила использовать бальзамчик для губ от фирмы Refine. Он у меня прозрачный, маленький. Я это говорила в предыдущем видео. Также приходите и смотрите. Хочу сделать эффект стекла, чтобы он был очень блестящий и так и манил к себе. Мы практически с вами закончили. Осталось привести в порядок мою голову. Я вернусь к вам и обсудим. В общем, девчонки, я сегодня вам показала свое самое сокровенное. Это свою косметичку. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, чем вы из этого пользовались. Что хотите попробовать, что попробовать мне. Мне все очень интересно. И я жду классной активности. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok